Мочекаменная болезнь известна с глубокой древности. Первое описание пациента с мочевыми камнями относится к 4800 году до нашей эры. Этим заболеванием страдали Петр I, Наполеон Бенджамин Франклин. Ну а сегодня в России с ним живет около 3 процентов населения. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Первая программа после новогодних праздников. Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Сергей Пекалов, врач-уролог, заместитель главного врача по хирургии больницы Середавина, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по урологии. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Телефон для вопросов Сергею Михайловичу 202-11-22. Пользуйтесь возможностью. У кого будут вопросы, звоните к нам в студию и не откладывайте это на конец программы. Сергей Михайлович про мочекаменную болезнь. Нашла статистику, что за последние 10 лет распространенность заболеваемости увеличилась на четверть, практически на 25%, и, собственно, тенденция к росту дальнейшему. Что такое происходит? Ну, начнем с того, что мочекаменная болезнь сама по себе – это заболевание, характеризующая отложением солей в почках, да, а то, что ее стало больше, она растет, мы стали хорошо жить. Замечательно. Да, мы стали больше есть, мы стали меньше двигаться, вот. Мы стали меньше пить, я имею в виду жидкости обычные, да, вот. И все это дело – образ жизни. Изменилась климатическая составляющая, все-таки климат стал более жарким, мы летом больше потеем, мы больше теряем жидкости. Поэтому все в совокупии это приводит к тому, что мы действительно отмечаем рост мочекаменной болезни, и страдает ее уже недалеко не 3% населения России, а 3-9. Я не хотела, как вы отреагировали, да? Да, а 3-10 уже процентов, да, мы говорим о том повышении количества, вот. Причем мочекаменная болезнь – это самое частое обращение к врачу-урологу, вот. То есть это 35-45% больных урологии – это пациенты с мочекаменной болезнью. Вот. В плане экстренных обращений в виде почечной колики, да, и с камнями, вот, это порядка 60-80% обращений в экстренные стационары. Поэтому каждый уролог знает, что такое мочекаменная болезнь. Да, вот сейчас коллеги меня спросили, а уролог – это мужской доктор? Нет, уролог – это человек, который отвечает за мочеполовую систему и мужскую, и женскую. За мужскую отвечает все-таки андролог. Вот еще вчера нашла в интернете интересную информацию социологическую. Социологи отметили, что изменение социально-экономических условий привело к изменениям в распространенности заболеваемости, распределению по возрасту, полу, типу, ну, с точки зрения как локализации, так и химико-физического состава камней. То есть это вот коррелируется с тем, что вы сказали, что мы стали жить лучше, и от этого изменилось полвозраст того, кто заболеет. Вот здесь немножко для меня непонятно. Полвозраст всегда преобладал и мужчины все-таки, да, женщины в меньшей степени, чем мужчины, болеют тоже мочекаменной болезни. Но, кстати, у женщин, несмотря на то, что они болеют меньше, у них более злокачественное течение мочекаменной болезни. Вот. Мужчины хуже питаются. Хуже в смысле каком? В кавычках. Да, да, да. Все лучшее муж уже у нас, да, идет. Ну, так должно быть, да. Вот. В излишество, в излияние, мы меньше ходим. Все смеются, как бы это ни было, да, вот. Смешно, но диванная жизнь, да. Сейчас, конечно, мы говорим о том, что идет тенденция к зожу, да, к улучшению, вот, к профилактике заболеваний, наблюдении за собой. Тенденция эта пошла, и последние годы она очень и очень заметно становится, вот. Но, учитывая нашу рафинированную пищу, мы понимаем, что мы едим много добавок, да, если в нашем детстве это были чистые продукты, сейчас пища немножко изменилась, да, там много добавок, много присадок. Это тоже все сказывается на метаболических изменениях в организме, на улучшении обменных процессов, что и приводит к многим заболеваниям, в том числе и к мочекаменной болезни. Вот вы сказали, что начали с того, что отложение солей. Означает ли это в прямом смысле слова, что если отказаться полностью от соли, то наступит нам счастье? Нет. Вот. Соль, которую мы едим, это немножко другая соль. Я говорю про соль, которая возникает как раз в результате обменных процессов, да, и которая выводит с организма с помощью разных механизмов, в том числе через почки. Но механизмы бывают выведения, в принципе, разные, но то, что касается выведения через почки, да, то есть застой… Почему мы говорим о том, что нужно, необходимо пить достаточное количество воды, да? То есть застой в почках приводит к образованию как раз кристаллов. То есть это физический процесс кристаллизации, образование кристаллов, которые при высокой концентрации соли в воде начинают между собой склеиваться, образуются красивые камни. Был такой опыт у нас в школе физики. Вот. И вот именно эти соли, немножко другого состава, чем наша соль, которую мы с вами едим, да, соль, которую мы едим, просто она вызовет у вас чувство жажды. Вы немножко больше попьете, побейте жидкость, и вы отопьете, пройдете. Вот. Это не та соль. То есть вы сказали, что эти кристаллы начинают образовываться, а вода все-таки их, ну, худо-бедно смывает. Понимаете, если представить, что вот мы… песок течет постоянно, строя воды, мы с вами видим, что песочек начинает смываться, да? Если он стоит, то начинает склеиваться между собой, вот, на концентрированном. А когда много воды, он промывается, и он этим мелкими кристалликами, он выходит. Мы говорим, песок сыпется, да? Мы считаем, что песок сыпется только у людей старшего возраста. Нет, песок выделяется у нас у всех всегда, эти соли у нас в организме есть, они образуются, они выходят ежедневно, и мы просто как бы с вами не замечаем, не видим. Почему? Потому что это или микрочастицы, которые идут, да, вот, для нас невидимые глазом. Поэтому соль есть у нас у всех. Давайте поподробнее-то все-таки, что такое мочекаменная болезнь. Это камни в почках, это камни в мочевом пузыре. Где, где? Камни мочевого пузыря – это все-таки, чаще всего, 99% – это вторичные камни. Это камни образуются за счет нарушения оттока мочи, или на лигатурах, на нитках образующиеся, или на инфекционном каком-то агенте. Вот. Нефролитиаз, он называется нефролитиаз, то есть нефропочка, а литиаз – камень, да, то есть образование камня в почке непосредственно. Это нарушение, изменение, происходящее именно в почке. И дальше, да, этот камень может как бы, он образуется в почке, он может пойти дальше, он идет, он выходит, да, вызывает определенные изменения в мочеточниках, то есть как бы уже заставляет страдать и саму почку. Вот. Поэтому все-таки мочекаменная болезнь – это широкое понятие. Есть первичные камни, это то, что образуется в почках, есть вторичные камни, да, вот. Вторичные камни – это камни все-таки мочевого пузыря, образующиеся на фоне чего-либо происходящего. А могут это и там, и здесь одновременно у человека быть? Могут. Конечно, могут быть камни. Ужас какой. Я прочитала, что в книге «Рекорды Гиннесса» есть сообщение о том, что у жителя Шри-Ланки удалили камень весом 800 грамм. Какие вообще бывают эти камни? Они же отличаются как-то по составу, по структуре? Какие бывают самые большие? Насколько это все? Ну, вот 800 грамм, то, что вы говорите, это по всей вероятности камень мочевого пузыря. Я, к сожалению, в своей молодости тоже столкнулся с ситуацией, когда убрал камень мочевого пузыря размером с головку, с детскую головку новорожденного, да, но как бы не было мысли даже взвесить, попытаться его взвесить. Вот я знаю эту историю, да, когда возник, что прочитал ее немножко позже, поэтому как бы не взвесил тогда эта вся ситуация. Но камни в почках немножко меньше размеров, то есть образуются действительно большие камни, так называемые коралловидные, вот, постепенно течеющиеся, постепенно образующиеся, часто небеспокоящие пациентов почечными коликами, да, то есть небольшим чувством тяжести в спине, которые больной не расценивает как какие-то надоевшие ему, которые требуют обратиться к врачу. Вот. Коралловидные камни – это тяжелые камни, вот, камни, которые требуют особого внимания обращения, которые даже после их удаления каким-либо способом, оперативным, перкутанным, разными способами, да, вот, вызывают достаточно частую рецидивность, то есть повтор образования камней, который заставляет к ним обратиться. По составу, ну, основное – это кальций фосфатные, кальций оксалатные камни, уратные, вот, чисто фосфатные камни. Но, честно говоря, понимаете, вот, редко встречаются камни чисто одной структуры какой-то, да, химической. Как правило, если делать срез камня, мы видим, что ядро у него одно, потом идет нарастание, потом идет еще какой-то слой. Вот, связано как раз с нашим, наверное, питанием, с нашим, с тем, какие соли выделяются в данный момент. И мы видим, к сожалению, не можем сказать больному, что да, вы ели вот здесь вот больше белка, здесь вы больше ели молочной пищи, но, тем не менее, как бы изменения эти есть. Но вот этот состав и структура для больного вообще имеет значение? Это имеет значение для понимания рецидивности, как часто у пациента возникнет повторный, да, допустим, вот уратные камни, они наиболее благоприятные, мясные так называемые, да, белковые, вот, благоприятные к растворению, то есть они более легко растворяются. И рецидивность, соответственно, у них практически нулевая, да, если правильно человек ведет себя, делает метафилактику и профилактику. Вот, камни кальциофосфатные, кальциоксалатные, вот эти камни наиболее рецидивные. То есть здесь рецидив от 45 до 80% рецидивности повторения этих камней. Причем, грубо говоря, 10% это в первые полгода, а в течение там 5 лет это до 50% рецидив камней возникает у пациентов. До 10 лет, до 75%, у которых был камень, отхождение камня. То есть рецидив может возникнуть у любого. Для тех, кто опоздал к началу программы, сегодня у нас в студии Сергей Пикалов, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по урологии. И говорим мы про мочекаменную болезнь. Еще раз напомню, что в студии работает телефон для звонков 202-11-22, и вопросы свои можно задавать. А вот все-таки можно составить какой-то портрет, вы сказали, что от 3 до 10% населения живет с этой болезнью. А кто, кому это грозит, какой портрет человека можно составить? Нет. Посмотреть на человека и сказать, что у этого человека есть мочекаменная болезнь, а вот этого нету, хотя будут ставить два практически одинаковых, нет, это невозможно. Вот. Вообще мы говорим, да, есть определенные предрасполагающие факторы, да, есть предрасполагающие факторы врожденные, вот, приобретенные. То есть это нарушение отхождения мочи, это аномалии развития мочеполовой системы, да, которую мы тоже снаружи... Сергей Михайлович, давайте мы сейчас еще раз вернемся к факторам риска, послушаем звонок сначала, чтобы человек долго не ждал. Алло, здравствуйте. Алло, мы слушаем. Алло. Да, 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 мы слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот повышенный уровень мочевой теклоты может быть фактором, повышенным риском для возникновения мочекальной болезни? Понятен вопрос. Да, вопрос, спасибо, Татьяна, за вопрос. Вот, да, может быть повышенным риском, но больше всего мочевая кислота влияет на функцию почки. Она может быть предрасполагающим фактором не только для камнеобразования, но и для развития хронической почечной болезни, почечной недостаточности. Поэтому высокая мочевая кислота требует наблюдения, в том числе уролога и нефролога, то есть снижение. Это обязательно. Более того, это влияет еще на, не только на мочеполовую систему, но еще на другие органы в организме. А мы с вами возвращаемся к факторам риска. Факторов риска много, я говорю, да, это врожденные, приобретенные, это климатические, то есть это нарушение оттока мочи, это аномалии, за счет аномалий развития мочеполовой системы, да, это нарушение питьевого режима, это жара, вот. Это сахарный диабет, это болезни кишечника, это болезни щитовидной железы, пара щитовидной железы, вот. И можно перечислять бесконечно. Да почти все. Ну, не все, понимаете, как бы есть особые такие моменты, на которых мы заостряем внимание, вот. Они же сразу ясны, когда начинается опрос и выяснение, вот. С человеком мы пытаемся потом направить немножко и обследовать какие-то конкретные вещи, чтобы выявить все-таки причину, постараться. Но, к сожалению, сложение этих факторов, понимаете, один фактор плюс второй увеличивает процент образования камней, увеличивает вероятность заболеть мочекаменной болезнью, вот. Поэтому нужно за собой следить. Я всегда говорю, нужно делать профилактику, понимаете. Если мы не можем по внешнему виду определить болезнь, то в настоящее время существует диспансеризация, существуют поликлиники. Сейчас нет никаких проблем сделать УЗИ, сделать анализ мочи, и все ясно и понятно становится достаточно. Поэтому проблемы иногда просто в нашем времени. Мы всегда куда-то торопимся, но только не в поликлинику, к сожалению. И не за своим здоровьем. Мы не можем заболеть, это не с нами. Хорошо, ну а какие сигналы все-таки подают камни? Что можно как-то подсказать, что беда? Ну, к сожалению, камни не всегда подают сигнал в самом начале своего заболевания, да, потихонечку они могут расти в почке, они могут лежать спокойно в дальнем уголочке, в чашечках так называемых, да, и не беспокоят пациента никоим образом. Единственный симптом, который может у них проявляться, вот, это появление примеси крови при физической нагрузке. Ну и то, это, понимаете, как бы не очень часто возникает у пациентов, вот. Когда камень начинает двигаться, когда он уходит из чашечки в свое движение, вот здесь он дает о себе знать. Он начинает вклиниваться, и появляется чувство тяжести, или он растет и занимает большую площадь почки, появляется чувство тяжести, примесь крови в моче, да, вот. Вот, какие-то повышенные отхождения песка в моче, да, вот, рези при мочеиспускании неясного характера возникающей неожиданности, вот. Поэтому надо прислушиваться к себе в первую очередь, слышать себя и понимать себя, что это было, вот. И еще раз повторяю, не стесняться идти к врачу и спросить. Не лениться даже, я бы сказала, не то, что не стесняться. Мы сейчас прервемся, покинем студию и узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за то время, что мы не виделись. Затем продолжим разговор. Больницы и станции скорой помощи региона в праздничные дни работали круглосуточно. В фильтрах-боксах принимали больных с признаками вирусных инфекций. В штатном режиме работали также пункты вакцинации и диспансеризации. В Самару из Снежного вернулась бригада офтальмологов. В течение года четыре врача глазной больницы имени Ярошевского посменно работали в ДНР, оказывая помощь пациентам. В особо запущенных случаях больных отправляли на операции в Самару. В Самарской области впервые с помощью беспилотника организована доставка лекарственных препаратов в село Рождественно. Доставка медицинских грузов на автомобилях занимает много времени с учетом расположения трасс и разной дорожной ситуации. Тестовые полеты проводятся из микрорайона Южный город, в село Рождественно, Подгоры и Спиридоновка. Беспилотник может доставлять медицинский груз весом до 5 килограмм. В перечень потенциально дефицитных препаратов к концу 2023 года вошли 153 наименования. По сравнению с январем он увеличился на 58 позиций. Включение в список не всегда означает, что препарат отсутствует на рынке. Это позволяет в ускоренном порядке разрешать временное обращение лекарств в иностранной упаковке и незарегистрированных препаратов. Более 350 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций – кори, краснухи и паратита – ввели в гражданский оборот. Трехкомпонентная вакцина успешно прошла госконтроль в лабораториях Росздравнадзора. Новая партия вакцины ожидается во второй половине января. Итак, мы вновь в студии. Продолжаем разговор о мочекаменной болезни. Сегодня у нас в гостях Сергей Пекалов, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по урологии. И у нас еще есть время. Можно позвонить в студию 202-11-22. Вы сказали, когда камень начинает двигаться, начинаются проблемы. А он может вообще не двигаться никогда? Что может его спровоцировать? Все, что угодно. Любое движение, повышенный объем выпитой жидкости увеличивает количество выделяемой мочи. И это тоже может смыть камень с места своего и заставить его двигаться вниз. Физическая нагрузка, физическая активность всегда способствует отхождению камней и освобождению почки от них. Поэтому факторов достаточно много. Некоторые урологи говорят, что жизнь с камнями – это жизнь на пороховой бочке, потому что в любой момент может что-то случиться. Что может случиться? Вообще какие осложнения происходят? Пороховая бочка – это самое распространенное, еще раз повторяю, обращение экстренное – это почечная колика. Это действительно ситуация, которая может возникнуть прямо в сию секунду. То есть на фоне полного здоровья, неожиданно. Это одна из самых сильных и ярких болей. И человек не может себе найти ни места не угреться, не успокоиться. Он мечется. Диагноз почечной колики может поставить иногда издалека. То есть вы понимаете, что у больной действительно почечная колика. И это сильнейшие боли. Почка блокируется, она раздувается, капсула натягивается, за счет этого возникают боли. Но почечная колика, ее можно купировать обезболивающими. Но есть более страшное осложнение – это абтурационные пилонефриты. Когда камень на длительное время блокирует почку, моча не выходит, часто в моче есть инфекционный агент, почка воспаляется и образуется гной. И в этой ситуации, понимаете, недалеко так называемого бактериологического шока, да, бакшока, где 45-70% пациентов гибнут при этих ситуациях. Вот, и спасение здесь, как правило, только одно – это удаление почки, постановка экстренной нефростомы. Это очень тяжелые больные, которых приходится вытягивать достаточно серьезно. Вот, поэтому лучше не доводить до таких ситуаций, вот, а решать вопросы до того, как. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Возвращение в городе Северсии. Меня зовут Верватис. Очень приятно. Очень приятно, Верватис. Я в сентябре месяце, я в сентябре месяце лежала в урологии, мне сделали операцию на почке, ну, как подробили там, или что. На другой день я спросил доктора, я говорю, как у меня, так, все у вас нормально, вроде как, все, через три дня все будет хорошо, мы у вас выпишем. Ну, у меня выстрелись, а оказалось там еще один камень. Как мне быть? И теперь я ходила опять в урологию, ну, лечение проходила, которое нужно после этого, а теперь направляюсь к вам на консультацию. А у вас... Это же почки, это самое камень. А у вас сейчас беспокоят какие-то боли? Да, меня очень беспокоит спина. Еще раз от этого возможно. Когда я лежал, у меня тоже болезнь. Это у вас достучит. Ну, я бы сделал операцию, я думаю, все нормально. А сейчас не могу. Решу спасать этим, как ее, аппликатором. Вера Васильевна, вопрос понятен. Вера Васильевна, значит, в этой ситуации у нас есть показания дробления только одного камня. Мы дробим один камень, он выходит, да, восстанавливается почка, она восстанавливается примерно от месяца до трех, и потом мы можем приглашать пациента или уже заниматься вторым камнем, понимаете, или друг противоположной почкой. Дают вам направление, слава Богу, приезжайте, пожалуйста, давайте посмотрим, определимся, назначим дату и решим. Если этот камень вам мешает, он действительно как бы является причиной ваших болей, мы с удовольствием с ним справимся. Сергей Михайлович, а вот сама ситуация, то есть когда идет дробление камней, там не видно и непонятно, сколько из них раздробится и как это все, то есть вот почему один остался? Дело в том, что полостная система – это не один мешочек, не один стакан, да, то есть это разные чашечки, верхняя группа чашечек, средняя группа чашечек, нижняя группа чашечек, понимаете, и камень может быть в нижней чашечке, верхней чашечке. Допустим, в данной ситуации вполне вероятно, что нас интересовал больше камень в верхней чашечке, почему? Потому что у него больше вероятности шансов выйти и заблокировать почку. Камни нижней чашечки, они немножко позже выходят, да, то есть у них меньше процентов как бы миграции из нижней чашки в лоханку и блокирование почки. Поэтому мы занимаемся тем камнем, который больше представляет угрозу в данной ситуации. Вот, а потом уже как бы в вариации того, что действительно камень из нижней чашки можем раздробить, выйдет он, не выйдет. Ну, там есть определенные наши показания, мы решаем и все как бы. Да, я поняла. Ну, я думаю, поможете женщине. Ну, пожалуйста, подняйте с удовольствием. Да, у нас еще один звонок есть. Алло, здравствуйте. 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 Я вот хотела задать вам вопрос от из Самары, Розы Михайловны. В зоне, я вот делала компьютерную томографию, мне написали. В зоне исследования медиальной ножки левого надпочника определяется объемное образование размером 21 на 5 на 17 и на 18. С признаки умеренного какого-то разного усиления написано, вероятно, аденома. Это что-то только оперируется, так это все не лечится? Роза Михайловна, надо проконсультироваться, посмотреть, взять гормоны определенные, поговорить с вами, порасспрашивать по поводу вашего давления, кризовые давления какие бывают, понимаете? Вот. При определенных обстоятельствах, ситуациях, обстоятельствах это действительно оперируется. На этой же позе? Да, киста мы услышали. Киста? Услышали, да, мы услышали. Киста на этой почке есть. На этой же почке киста на 2,8 большая. 2,8 сантиметра? Да. Роза Михайловна, по нашим меркам это не большая киста 2,8. Это не большая киста, за ней нужно просто следить, делать УЗИ. А вот с аденомой нужно поговорить и определиться в плане того, что насколько вам показано оперативное лечение. Не все аденомы оперируются, это доброкачественное заболевание. Я не смогу делать, я очень старенькая, очень больная, я уже не смогу делать, а так никак не лечится. Я же говорю, а не надо ее лечить. Если она вас не беспокоит и не страдает давлением, не надо лечить это, надо за этим просто наблюдать. И судя по голосу, я прошу прощения, вы не старенькая. Да, действительно, голос очень молодой. Сергей Михайлович, совсем немножко осталось времени. Итак, если есть камни, это оперируется всегда? Или можно как-то попить таблетки, растворить, что-то еще сделать? Профилактика и метафилактика. Профилактика, когда мы знаем о том, что у нас есть камни, да, или что у нас есть предрасположенность к камнеобразованию, да, наследственные какие-то причины, да. Профилактика. Питайтесь правильно, потребляйте пищу определенно равномерное всю, да, вот. Пейте больше жидкости. Это метафилактика, когда мы уже встретились с мочекаменной болезнью, и нам нужно, чтобы не было повторного образования. В этой ситуации консультация врача, мы расписываем определенную литолитическую, так называемую, терапию, которая выгоняет этот песок, не давая ему склеиться, не давая образоваться этому камню. Ну, а все-таки, вот, может быть, с этим можно жить всю жизнь, и будет все нормально. То есть, когда появляются показания к лечению? Угрожающий камень, который готов выйти в ближайшее время, это уже показания, понимаете. Мы мало отказываем камням. Да, бывают камни, за которыми мы наблюдаем, небольшой размер, вот, небольшой размер и далеко лежащий. Вот, но это, опять же, нужно смотреть на всю эту картину целиком. Сказать, что вот этот камень я вылечу и буду лечить, а вот этот я не буду лечить. Нет, такого нет. Возвращаясь к профилактике, какие продукты все-таки действительно стоит исключить совсем? Потому что говорят и про соли, и про кофе, ну, много чего еще. Вы знаете, я небольшой сторонник диет данной ситуации, да, вот, но ограничения должны определенные. Мы не должны уходить на что-то одно, да, там есть только мясо. Мы должны соблюдать определенные вещи, да, то есть это и растительная пища, и молочная, и животная. А дальше мы говорим о том, что камни все-таки разные структуры, они образуются из разных солей, да. И в этой ситуации, когда мы знаем состав камня, когда идет метафилактика так называемая, да, мы человеку расписываем определенную диету уже. Определенную диету, что ему убирать, вот, что есть, что не есть. Поэтому вот я не хочу просто, поймите меня правильно, да, говорить в широкие массы, да, стол номер семь, да, вот ешьте ему, и все будет хорошо. Как говорится, что сахарный диабет, чтобы он не развился, да, что нужно делать? Нужно кушать как? По девятому столу, и тогда у вас сахарный диабет никогда не разовьется. То же самое здесь. Мочекаменная болезнь не разовьется. Седьмой стол плюс большое потребление жидкости. Двигательная активность. Обязательно. И прям последний вопрос, ответ да нет. В плане потешить национальную гордость, правда, что лучший в мире инструмент, хирургический лазер для удаления ко мне сделан в России? Да, да, Уралаз, лазер самый лучший, который есть в мире. Вообще здорово. Благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, что наши зрители все-таки будут здоровы. И мы прощаемся, увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова